Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать! Меня зовут Рик Реннер. Спасибо, что присоединились ко мне. Я верю, что сегодня вы узнаете что-то новое из Слова Божьего. Давайте откроем 10 главу послания к евреям. Мы говорим о том, как оставаться в вере. В прошлый раз мы узнали, что значит «держаться своего исповедания». Если вы что-то пропустили, вы можете посмотреть ее на нашем сайте, потому что это очень полезная проповедь, и мне кажется, она научит вас тому, как держаться своего исповедания. Но сегодня мы продолжим и узнаем, что является условием. А существует ряд условий, но есть одно важнейшее условие, необходимое для того, чтобы получить что-либо от Господа. Давайте сейчас вкратце повторим послание к евреям. 10.23. Автор послания обращается к верующим, на долю которых выпали серьезные испытания. Они долгое время верили и уповали, и чувствуют, что выдохлись, и в моменты слабости их подмывает отказаться от своего исповедания веры. Возможно, вы чувствуете то же самое. Вы много лет стояли в вере и чувствуете, что устали, и в моменты слабости вы говорите «Сколько можно ждать? Я сдаюсь». На что автор послания, обращаясь к вам, и говорит «Не делайте этого». Евреям 10.23. Здесь сказано «Будем держаться исповедание упования». Мы узнали, что слово «держаться» — это составное греческое слово «катеко», где «ката» переводится как «вниз», а «еко» означает «обнять», «обхватить» или «удерживать». И в данном случае речь идёт об исповедании нашей веры и о том, что не нужно ослабевать вере, что самое время «ката» вцепиться в неё, крепко-накрепко, и «еко» — «обнять», «обхватить». А вместе — это значит «обнять», «крепко держать», «держаться за это так крепко, как только возможно», не давая вырваться на случай, если кто-то попытается у вас его отнять. А это может быть и усталость, и время, течение которого разубеждает вас верить, и железная логика родных или друзей, которые скажут вам, что это лишено всякого смысла, а также дьявол, который сделает всё, лишь бы убедить вас не делать того, к чему призывает Бог. Но вместо того, чтобы сдаваться, поддавшись на это, разуверившись в Божьих обещаниях, автор послания говорит нам, «что пришло время проявить упорство, крепко обхватив своё обетование». Это слово «эко», прижав к себе своё исповедание, вцепившись в него изо всех сил, и ката, не давая ему вырваться. Это можно перевести как «подавлять» или «сдерживать». Смысл в том, чтобы крепко ухватиться и не выпускать своё обетование из рук, чтобы никто не мог забрать у вас ваше обетование. Так что не спешите отказываться от своего обетования. Пришло время принять обещанное. Давайте будем держаться исповедание упования. Кроме того, мы узнали, что исповедание — это греческое слово «хомологиан», где «хомо» означает то же самое, а «логиан» — это производное от слова «логос», что переводится как «слово». А вместе это означает «говорить то же самое» или «быть в согласии с Богом». Но это больше, чем просто согласие. Это то, что я называю божественным соответствием. Это состояние единения с Богом. Когда вы начинаете смотреть на вещи одинаково, вы думаете, как Он, вы смотрите на это, как Он, вы слышите, как Он, вы чувствуете то же, что и Он. Вы в таком согласии с Богом, что ваше сердце приходит в состояние божественного соответствия. Я бы сказал, что оно начинает биться в унисон с этим Божьим обетованием. А когда вы достигаете такого состояния единения с Богом, что может не случиться в одночасье, потому что это требует времени, но когда вы достигаете такого состояния абсолютного единения с Богом, вы становитесь тем каналом, через кого Божья сила будет действовать. И когда вы открываете свои уста и начинаете исповедовать, ваши слова высвобождают божественную силу, несущую преображение. В продолжении 23 стиха он пишет, «Будем держаться исповедания упования неуклонно». Мы узнали, что слово «неуклонно» — это греческое слово «клинос», означающее «диван» или «кровать». Но в сочетании с приставкой «а» оно образует слово «аклинос», означающее «несгибаемого», «твердого», «решительного человека». И вот что это означает на самом деле. Будьте тверды в своей вере, в согласии с Богом, придерживайтесь своего исповедания, держите за него изо всех сил и не дайте себе поколебаться или уснуть в своей вере. Возможно, вы знаете кого-то, кто еще недавно с верой молился за свое исцеление, в терпении ожидая ответ от Господа относительно своего будущего или о том обетовании, которое они приняли от Господа. Но из-за того, что они устали ждать, они упустили свое обетование, ослабели в своей вере, и мало по малу их духовное состояние ухудшилось, и они впали в неверие. Их вера иссякла. Можно сказать, что они уснули в своей вере. Это как раз то, о чем здесь говорится. А в завершении 23 стиха автор послания к евреям указывает нам на то, почему нам не следует этого делать. Здесь сказано «Ибо верен обещавший». Возможно, вы еще не получили обещанное, но это не отменяет того факта, что Бог верен и обязательно исполнит свое слово. Итак, краткое содержание 23 стиха. «Ухватитесь за свою веру, держите ее крепко изо всех сил, и никому ее не отдавайте. Держитесь своего исповедания. Хомологиан, придите в согласие с Богом, после чего откройте свои уста и говорите слова веры, «И не дайте себе уснуть в своей вере, впасть в спячку в своем исповедании». Потому что Бог верен, и если Он что-то обещал, то непременно исполнил. Итак, все это, конечно, хорошо, но те верующие, кому было адресовано это послание, находились в бедственном положении, они бы и хотели продолжать верить, но для них настали тяжелые времена, и посреди трудностей у них было искушение все бросить. А в 32-м стихе автор напоминает им о том, как они впервые получили откровение от Бога. Вы помните, когда Бог впервые заговорил с вами об исцелении, дал вам слово о преуспевании, откровение о даянии, и показал, какой чудесной может быть ваша семья в сравнении с тем, в каких условиях вы росли. Это было настоящее откровение. Вы помните? Вот о чем говорит автор в 32-м стихе. Послушайте, что он пишет. «Вспомните прежние дни ваши». «Вспомните, что было раньше», «что было в начале». Вы помните, что было раньше? А о чем он им напоминает? «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий». Он использует термин «просвещены», говоря о том откровении, которое они тогда получили. Слово «просвещены» — это греческое слово «фатидзо». Вам это ничего не напоминает? А как насчет слова «фото»? Слово «фатидзо» описывает яркую вспышку света, которая оставляет неизгладимый след. Еще раз. Слово «фатидзо» описывает яркую вспышку света, которая оставляет неизгладимый след. Он напоминает им о том, как они впервые услышали Евангелие, впервые узнали об исцелении, впервые вкусили Божье благословение, впервые узнали о Божьей искупительной силе, действующей в их жизни, впервые узнали о Божьей подкрепляющей силе и обо всех Божьих обетованиях, которые им доступны. Это было похоже на вспышку «фатидзо». Когда они услышали эти истины, это была словно яркая вспышка света, которая оставила в их жизни неизгладимый след. Они увидели то, чего раньше не видели, неожиданно узнали то, о чем не знали, их постигло просветление, или они получили откровение. Но посмотрите, чем сопровождается их просветление. Вам нужно это знать, потому что это верный спутник просветления. Здесь сказано, «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий. Просветление всегда сопровождается страданием. Не бывает просветления без борьбы. Пока вы не просвещены, вы не опасны для дьявола. Но как только вы получили откровение об исцелении, теперь вы представляете опасность, и дьявол будет вас преследовать. Он сделает все, чтобы отговорить вас, подвергнув тяжелым испытаниям. Библия называет это великим подвигом страданий, где слово «подвиг» — это то же самое греческое слово, которое описывает спортивные соревнования. Это значит, что лучше вам к этому как следует подготовиться. И вам потребуется духовное снаряжение, духовное оружие. Оно поможет вам подготовиться к такого рода стычкам. Но как видно из греческого слова «подвиг», означающего «спортивные соревнования», это говорит нам о том, что как только нас постигло просветление, мы получили откровение, приняли слово от Господа, обетование для нашей жизни, дьявол тут же обрушивается на нас, и между нами разгорается ожесточенная борьба, когда дьявол пытается положить нас на лопатки и выманить наши откровения. В этот момент мы испытываем сильное эмоциональное напряжение. Вот почему Библия называет это великим подвигом страданий, где слово «страдание» — это греческое слово «патема», от которого произошло слово «патос», означающее главным образом умственные страдания, психологическую нагрузку, эмоциональные потрясения. Это тяжелое испытание, когда вы чувствуете сильнейшее психологическое давление, когда в голову лезут ужасные мысли. Очевидно, что в прошлом эти верующие, быв просвещены, оказались невольными участниками ожесточенного духовного противостояния и испытали сильное эмоциональное и психологическое потрясение, когда дьявол обвинял их, пытаясь отговорить от исполнения их божественного предназначения. Он говорит, «А вы разве не помните те далекие дни, когда все только начиналось, и вы получили откровение, которое, подобно яркой вспышке, оставило в вашей жизни неизгладимый след и то, как дьявол принялся атаковать вас, ввергнув в пучину страданий?» В 33 стихе он описывает эти страдания, некоторые из которых могут показаться вам до боли знакомыми. Он говорит, «То сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других». Слово «зрелище» — это греческое слово «театр». Театр. А что происходит в театре? Зрители покупают билеты, усаживаются на свои места, чтобы посмотреть мюзикл, спектакль или выступления артистов. Все рассаживаются и наблюдают за происходящим на сцене. В одном из переводов Библии используется термин «зрелище». Но в действительности это греческое слово «театр». И вот что происходит. Это очень просто. Вы можете считать, что у вас есть личная жизнь ровно до тех пор, пока Бог не пролил на вас свой свет. До тех пор, пока вы не приняли слово от Господа. До тех пор, пока вы не начали исповедовать свою веру. Но в тот момент, когда вас озарил свет, когда вы приняли обетование, когда вы начали провозглашать все то, что Бог сделает в вас и через вас, вы выходите из-за кулис на сцену. А зрители в зале наблюдают за вами. Они наблюдают за тем, как хорошо вы знаете текст. Не собьетесь ли вы? Не оплошаете ли? Доиграете ли первый акт? Им хочется посмотреть, доиграете ли вы второй и третий акт? Сумеете ли продержаться до конца четвертого? Им любопытно, будет ли толк от вашей веры? Самое интересное, что до вас никому не дело, пока вы не начинаете говорить слова веры, исповедуя и провозглашаю свою веру. Вы живете себе спокойненько. Никто вас не осуждает, не обсуждает. Но в тот момент, когда вы принимаете истину и начинаете с веры провозглашать ее в своей жизни, вы становитесь объектом пристального внимания. они обсуждают вашу игру, критикуя за малейшие запинки. Такова человеческая природа. И это как раз то, о чем здесь говорится. Вы буквально становитесь актером на сцене. А еще в Библии сказано, что вы изведаете поношение и скорби. Поношение — это греческое слово, описывающее то, что сделали вам люди. Его можно перевести как оскорбление, поругание или злословие. Например, когда Иисус был на кресте, можно сказать, что в определенном смысле это была самая большая сцена, на которой кому-либо приходилось бывать. Вся земная жизнь Иисуса была провозглашением веры, и он был послан в этот мир, подобно Агнцу, чтобы пролить свою кровь за грехи всего человечества. А что он испытывал, когда висел на кресте? Ему довелось выслушать оскорбления от тех, кто был распят вместе с ним, и от случайных прохожих, которые видели его на кресте. Это были те самые зрители, которые заняли свои места и наблюдали за происходящим. И они начали оскорблять и поносить Иисуса. Автор предупреждает об этом, чтобы это не стало для вас неожиданностью. Не удивляйтесь. Так бывает с каждым, кто говорит слова веры. А в дополнение к тому, что люди будут говорить обратное и оскорблять вас, он говорит «поношение и скорби», где скорби — это греческое слово «слипсис», описывающее тяжелые, гнетущие жизненные обстоятельства. Мало того, что люди будут обижать вас, так еще и обстоятельства будут против вас. Когда вы говорите слова веры, жизнь проверяет вас на прочность. В тот момент, когда вы начинаете исповедовать Божье Слово, во всеуслышание заявляете о своей вере, «когда вы получили откровение, дьявол и сама жизнь ополчаются против вас, но не сдавайтесь». А в 35 стихе написано «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние». Где слово «не оставляйте» — это греческое слово «апобало». это очень важно. Слово «апо» переводится как «прочь», а «бало» означает «бросать». А вместе это переводится как «отбрасывать» или «отказываться». Отказываться от чего? Не отказывайтесь от своего упования, где слово «упование» — это греческое слово «паресия», означающее смелую, прямую манеру высказывания, что переведено как «упование». Но по сути, это уверенность, выражающаяся в манере речи. По сути, это можно перевести как «не переставайте смело говорить об исполнении Божьих обетований». Не переставайте верить, не теряйте уверенности, не прекращайтесь смело исповедовать свою веру. И, пожалуй, лучше всего это проиллюстрировано в Евангелии от Марка 10, 50, где описывается, как Иисус пришел в Иерихон и где встретил слепого по имени Бартимей. Написано, что он сидел, завернувшись в свои одежды. При появлении Иисуса Вартимею захотелось вскочить и побежать к нему навстречу, но он не мог пошевелиться, потому что был завернут в свои одежды или в одеяло. Написано, что слепой Вартимей Апобало, это то же самое слово, которое здесь используется, он сорвал с себя одежду и отшвернул ее. И когда он сбросил с себя одежду, он мог двигаться. Похожий принцип используется и в Послании к евреям, 10, 35, где говорится о верующих, которые исповедовали свою веру. Они верили, преодолевая сопротивление оппозиции, и у них возник соблазн отказаться от своего упования. Вот почему в 23 стихе им предписано держаться своего упования. Им хочется все бросить. И мы с вами знаем, о чем они думают, потому что здесь использовано слово Апобало. Подобно слепому Вартимею, завернутому в одеяло, которое мешало ему двигаться, они думают, похоже, я в тупике. Вот уже много лет в моей жизни ничего не меняется. Я молился, я верил, я исповедовал. Не упорствую я тогда в своей вере, все могло бы быть иначе. Так нет же, я решил стоять на своем. И вот, прошло уже столько лет, а я все жду. Но все, хватит. Я устал и хочу все бросить. Подобно слепому Вартимею, который сбросил с себя одеяло, мешающее ему двигаться. И автор послания говорит, не делайте этого, не спешите отказываться, не отступайте от своей веры. Он говорит, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Где слово воздаяние, это греческое слово мистоподосия, где миста переводится как вознаграждение или зарплата. А подосия происходит от слова подос, означающего ноги. Это пример того, как деньги сами идут к вам в руки, награда идет вам навстречу, вознаграждение движется в вашу сторону. Автор послания говорит, сейчас не время сдаваться, потому что ответ направляется в вашу сторону. Он идет к вам навстречу. Возможно, вы его еще не видите, но он уже в пути, и если вы устоите в своей вере, он непременно придет, и вы получите воздаяние за свою веру. Далее, в 36 стихе он пишет, а теперь самое время узнать секрет того, как вы можете получить что-либо от Господа. «Слушайте меня внимательно. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное». Он говорит, «Имейте терпение». Не знаю, что чувствовали те, кому это было обращено. Возможно, они были не в восторге, потому что они и так уже терпеливо ждут. Казалось бы, сколько можно ждать? Они готовы признать свое поражение, потому что устали ждать. И на этом фоне автор послания говорит, «А знаете, что вам нужно? Вам нужно терпение». Слово «терпение» — это чудесное, удивительно греческое слово «хупомено». Настолько удивительное, что отцы, основатели ранней церкви, называли его «королевой всех добродетелей». Они говорили, что если вы имеете «хупомено», если вы имеете терпение, то не вопрос, получите ли вы что-либо от Господа, одержите ли вы победу. Это непременно будет в свое время, потому что терпение является важнейшим условием, необходимым для того, чтобы получить что-либо от Господа. Вот почему его называют «королевой всех добродетелей». Это греческое слово «хупомено», переведенное как «терпение». Хотя это не самый лучший перевод, но это и хорошо, потому что никому не нравится терпеть. А что оно означает? Это слово «хупо», означающее «под», и слово «мена», что переводится как «я решил, это мое место, и я не отступлю». Я не отступлю. Это твердое решение, отказ сдать свои позиции. А если соединить их вместе, «хупо», что значит «под», и «мено», что значит «я остаюсь», оно описывает человека, на которого давят невероятно тяжелый груз. Эти верующие влачили тяжелое бремя. Может быть, вы тоже. Это описывает человека, который испытывает сильный стресс или давление, что-то, что тяжким грузом лежит на его плечах. Но Мено, он принял решение, «я не отступлю, я не сдамся, не сойду со своего места, я на своем месте». Это то, что Бог мне сказал, это то, что Он мне обещал. Не важно, что сделает мне дьявол. Не важно, что скажут люди. Не важно, как сложится жизнь. И я принял решение не отступать, несмотря ни на что. А слово «хупо-мено», которое здесь переведено как «терпение», было бы лучше перевести как «стойкость». Стойкость. Проявите стойкость, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Разные толкователи переводят слово «хупо-мено» по-разному. Один перевел это как «выносливость». Это сверхъестественная способность оставаться на месте и не сдаваться. Другой перевел «выдержка». И мне это нравится. Это божественная способность держаться, что бы ни случилось. И это то же самое слово, которое использовано в этом отрывке. А согласно 36 стиху, если вы обладаете этим качеством, вы можете не сомневаться в том, буду ли я исцелен, благословлен, изменится ли моя жизнь к лучшему, исполнится ли обетование. Это всего лишь вопрос времени. И в свое время это обязательно исполнится. Здесь сказано, но вам нужно хупо-мено, вам нужно терпение, стойкость, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Где слово «исполнив»? Это греческое слово «поео», означающее «творческий подход». И мне кажется, что это очень важно, потому что иногда нам нелегко найти способ исполнить то, к чему Бог нас призывает, и тем самым проявить послушание. Слово «поео» предполагает творческий подход. Вы можете подойти к этому творчески, задавшись целью во что бы то ни стало это исполнить, приложив все свои способности и подойдя творчески к тому, чтобы это исполнить. Вы полны решимости исполнить Божью волю. А в чем, согласно этой главе, состоит Божья воля? Божья воля для вас состоит в том, чтобы вы были просвещены и приняли слово от Господа относительно вашей жизни, чтобы, как написано в 23 стихе, вы ухватились за него обеими руками, крепко-накрепко, прижав его к себе, чтобы никто не мог его у вас забрать, и чтобы вы делали это до тех пор, пока не получите награду за свою веру и увидите ее реальное воплощение. В следующий раз мы поговорим о том, что необходимо нам, чтобы продолжать верить. А наше время истекло. Если вам нужна молитва, воспользуйтесь информацией на экране. Мы очень серьезно относимся к вопросу молитвы и служения нашим друзьям и партнерам. И если вам нужна молитва, знайте, что мы всегда здесь. Я хочу напомнить слова из книги Экклесиаста, где слово царя, там власть, и пусть Божье слово прольет свою божественную силу в вашу жизнь сегодня. До новых встреч! У меня есть для вас подарок. Это электронная книга под названием «Очищенный огнем». В жизни нам приходится проходить через сложные ситуации, словно сквозь огонь, и нам решать, либо этот огонь поглотит нас, либо закалит и очистит. Вместо того, чтобы быть сломленным жизненными обстоятельствами, мы должны довериться Богу и позволить этому огню, независимо от того, откуда он пришел, закалить и очистить нас, чтобы это вывело нашу жизнь на новый уровень. Бог за тебя, Он не против тебя. Он желает очистить вас, тем самым сделав вас совершеннее. Поэтому я хочу, чтобы у вас была книга «Очищенный огнем». Бесплатно скачайте ее сегодня на нашем сайте ignc.org и эта книга станет вашей. Здравствуйте, меня зовут Джо Реннер. Я хочу поблагодарить всех партнеров нашего служения. Ваша поддержка помогает нам распространять Божье Слово. Сегодня церковь и общество все дальше отходят от библейского учения и все больше полагаются на мотивационные источники. Многие люди читают книги по саморазвитию, обходя стороной Библию, или же относятся к ней как к очередному справочному пособию. Однако мы должны строить свою жизнь на том, что говорит Библия. Писание является словом самого Бога и единственной истиной среди религий мира. И мы стремимся к тому, чтобы каждый человек строил свою жизнь на Слове Божьем. На протяжении десятилетий поддержка наших партнеров помогла нам открыть много новых церквей. В нашей церкви мы делимся достоверным учением на основании Библии как единственного источника истины. В 105 стихе 118 главы книги Псалмов Слово Божье названо «светильником в ноге и светом стезе нашей». Мы должны всегда помнить об этом, если мы хотим пройти свой жизненный путь во свете. Мы развиваем интернет-церковь, чтобы наши служения могли смотреть люди в разных городах мира, распространяя Божье Слово по всему лицу земли. Мы приглашаем вас стать нашим партнером и помочь нам нести библейское пробуждение все большему числу людей в вашей стране и по всему миру. Мы здесь, чтобы исполнить наши видения, донести Евангелие Христа до ближайшего окружения и даже до краев земли. И ваша поддержка очень важна для нас. Каждый из нас делает свою часть. Прямо сейчас, не выходя из дома, вы можете стать нашим партнером и посеять наши служения, ведь помогая нам, вы помогаете другим. Свяжитесь с нами, зайдя на сайт ignc.org вон мать. Спасибо, что посмотрели эту телепрограмму. Чтобы получить дополнительную информацию о материалах служения или узнать, как стать партнером служения, пожалуйста, свяжитесь с нами по контактам, которые видите сейчас на экране, а также присоединяйтесь к пастору Рику в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова